Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и добро пожаловать на мой канал о графическом дизайне. И сегодня мы с вами нарисуем набор уютной зимней одежды, свитер, шапочку и варежки в программе Adobe Illustrator, и добавим немножко акварельной текстуры. Если вам интересно, то погнали! Я буду работать в рабочей области 1000х1000 пикселей и использовать эти цвета в своем уроке. Если вы хотите поближе посмотреть на дизайн и скачать оригинальный векторный файл, то добро пожаловать на мой Patreon. Ссылка будет под этим уроком. А сейчас давайте начинать рисовать. Итак, ребят, надеюсь, вы уже создали необходимую рабочую область и ваши цвета уже в панели образцов. Теперь нам нужно взять светло-зеленый цвет в заливке и взять инструмент прямоугольник. И нажмите в любое пустое место, откроется окно создания нового прямоугольника. И размер нового прямоугольника 308 пикселей на 465 пикселей. Так, ставим его сюда. Теперь возьмите инструмент прямое выделение, выделите эти два угла. И здесь, где написано corners, углы, напишите 116 пикселей. Так, и ваши углы закруглились. Теперь возьмите инструмент ellipse, круг, и нарисуйте ellipse такого размера, какого вы хотели бы, чтобы был вырез на шее. Выделите оба элемента, выровняйте. И теперь возьмите инструмент shape builder tool, инструмент создания фигур. Держите alt и удалите ненужные элементы. Вот этот и вот этот. И теперь с помощью прямого выделения можно закруглить вот эти два угла. Сначала закруглим этот угол, держим и тянем. И закруглим этот угол, держим и тянем. Все, готово. Теперь возьмите, пойдите точнее в эффект, деформация и дуга вниз. Нам нужно по горизонтали и 11%. Окей. Объект, разобрать оформление. Так, теперь возьмите инструмент круг, создайте новый круг с размером 206 на 468. Окей. Так, теперь нужно поставить этот круг на место, где должен быть рукав, и состыковать нашу первую форму и этот круг так, чтобы они были продолжением друг друга. Так, сейчас почти. Давайте, наверное, я приближу. Так, все, готово. Теперь выделите обе формы, возьмите инструмент создания фигур, зажмите Alt и удалите ненужное. Все, готово. Теперь здесь нам нужно взять прямоугольник, нарисовать такой прямоугольник, поверните его, поставьте сюда. Нам нужно отрезать часть рукава. Здесь делайте подлиннее, выделите обе формы и обработка контуров, пересечения. Так, теперь возьмите еще один прямоугольник, нарисуйте здесь вот такой небольшой прямоугольник. Так, теперь поднимите его вот так вот и возьмите прямое выделение и вот эту вот точку опустите вниз. Вот так. Так, хорошо. Теперь выделите вот эту точку с помощью прямого выделения и закруглите ее. И также вот эту точку закруглите с помощью прямого выделения. Так, теперь выделите рукав и правая кнопка мыши, сгруппируйте правая кнопка мыши, трансформация, отображение по вертикали, копия и поставьте вот сюда. Так, тоже надо, да, состыковать, чтобы было одинаково. Так, смотрим. Еще немножко нужно подвинуть. Вот так, все. Хорошо, так готово. Теперь выделите весь свитер и обработка контуров добавить. Так, хорошо, добавили. Теперь у нас готово, нужно добавлять элементы. Берем темно-зеленый цвет, который нам нужен в обводке и берем инструмент перо. Ставим первую опорную точку здесь и вторую примерно здесь. Держим ее и немножко как бы так вот затягиваем и закругляем. Не нужно сильное закругление, он так вот слегка. Так, хорошо. И чтобы выйти из режима перо, нажмите Escape. Так, теперь возьмите эту линию, выделите. И возьмите инструмент Width Tool, ширина. И вот эту точку как бы растягиваете сверху. Вот так. И у вас сверху она вот так вот расширится. И теперь мне нужно поменять опции обводки. Вот здесь строк. И выбрать закругленную. Так, готово. Теперь выделите эту линию. Трансформация, отображение. По вертикали копия. И переносим ее вот сюда. Так, хорошо. Теперь давайте берем инструмент перо. Добавляем следующий элемент. Здесь нужно с тем же цветом нарисовать нам линию. Вот такую. Так, Escape. И здесь у нас закругленный. И здесь давайте поменяем кисть на вот эту. Так, все. И теперь нужно опять... Давайте, кстати, здесь немножко я вот так вот подтяну внутрь. И теперь возьмем опять инструмент перо. Опускаем сюда линию. Так, Escape. И теперь возьмем, держим Alt и делаем две копии. Так, хорошо. Теперь убедитесь, что ваши все линии выходят за контур свитера. Теперь выделяем все три линии. Берем для них вот эту вот кисть. И идем в объект. Разобрать оформление. Теперь выделяем все три линии и свитер. И с помощью инструмента создания фигур удаляем все вот эти вот ненужные элементы, выходящие за свитер. Так, теперь мы выделяем с этой стороны новые элементы. Трансформация, отображение по вертикали, копия. И переносим эти элементы на эту сторону. Так, теперь нужно здесь состыковать. Вот так. Хорошо. Теперь рисуем здесь. Тоже с помощью пера мы нарисуем линию того же цвета. Тоже немножко ее закруглим. Так. Так, только нам нужна в обводке цвет. Так, хорошо. Выбираем эту линию. Берем опять вот эту толщину кисти. И здесь с помощью прямого выделения, да, или просто обычного выделения сдвинем точки чуть-чуть внутрь. Но если будет немножко вылазить, ничего страшного, это даже смотрится мило. Так, теперь здесь копируем и вставляем любую линию. И расставьте линии так, как вам хочется. Не обязательно, чтобы они были на одном расстоянии, потому что, опять же, это смотрится более мило. И удалите все ненужное с помощью инструмента создания фигур. То есть, то же самое, что мы делали на рукаве. Так, теперь дальше мне нужно с помощью прямого выделения вот эти два уголка закруглить внизу свитера. И нарисовать теперь наверху тоже с помощью пера такую закругленную линию. Да, такой как бы воротник с вами создаем. Так, escape. И можно чуть-чуть ее опустить, вот так подвинуть. И взять ту же кисть. Так. И здесь то же самое. Вы удаляете ненужное, да, берете отсюда линию и расставляете эти линии так, чтобы они хорошо смотрелись, крутите, да, вокруг шеи. Все, и удаляете ненужные полосы, которые выходят с помощью инструмента создания фигур. Все, мы здесь сделали. Теперь берем цвет розовый и инструмент овал. Нарисуем овал. Так, теперь копируем, ставим сюда. Так, выделяем два овала. Выравниваем между собой. И выделяем два овала и свитер. И удаляем ненужное с помощью инструмента создания фигур. Так, хорошо. Теперь переводим розовый цвет в обводку. Берем инструмент кисть. Дважды на него нажимаем. Нам нужно вот эта вот почти крайняя опция здесь. Окей. И берем с помощью инструмента кисть. С вами вот так вот рисуем здесь узор. Аккуратно. И то же самое снизу. Рисуем. Так. Хорошо. Так, теперь можно чуть-чуть поднять. Теперь здесь мы выделяем вот этот узор, верхний. Идем в объект разобрать оформление. Выделяем узор и свитер. Берем инструмент создания фигур. Да, как всегда зажимаем alt. И удаляем ненужное. Так, теперь здесь. Выделяем линию. Берем инструмент перо с плюсом. Добавляем опорную точку здесь. И добавляем опорную точку здесь. И теперь удаляем вот эту опорную точку удалить. И вот эту опорную точку удалить. Все. Так, теперь вот эту и вот эту линии перенесите на передний план. И давайте посмотрим поближе, чтобы у нас розовые линии были спрятаны под зеленую линию. Возьмите инструмент прямого выделения и подвиньте опорную точку. Здесь, кстати, если у вас будет где-то угол, можно закруглить также его с помощью инструмента прямого выделения. И здесь опорную точку сдвиньте вот сюда. Так, хорошо. Теперь будем с вами рисовать снежинку. Возьмите бежевый цвет в заливке. Инструмент прямоугольник. Нарисуйте вот такой вот узенький прямоугольник. Так, теперь мне нужно его копировать и вставить. Так, давайте подвинем сюда. И мне нужно его укоротить вот так. Так, поднимаем, поворачиваем. Ставим сюда. Теперь трансформация, отображение. По вертикали копия. И ставим сюда. Так, выделяем оба элемента. Выравниваем, да. Можно повыше, можно вот так вот прям состыковать. Так, можно повернуть. То есть уже тут как вам захочется. Копируйте и вставьте эти два объекта. Так, теперь поверните их. Ставьте сюда. Выделите все элементы. Обработка контуров. Добавить. И теперь правая кнопка мыши. Трансформация, поворот на 90 градусов копия. Так, теперь выделяем оба объекта. Группируем их. Так, копируем и вставляем. Делаем меньше. Можно повернуть самостоятельно. А можно также правая кнопка мыши. Трансформация, поворот на 45 градусов. Так, и ставим сюда. Все готово. Теперь выделяем снежинку. Можно ее сделать побольше, поменьше. Можете сделать вообще несколько снежинок. То есть как вам захочется, я оставлю одну снежинку по центру. Так. И теперь последняя деталь. Мне нужно темно-зеленый цвет в обводке. Инструмент кисть. И нарисуйте несколько вот таких полосочек, которые выходят, допустим, за линии свитера, которые показывают нам, что это у нас такой получается шерстяной свитер. И несколько полосок можно нарисовать внутри. Так, готово. Теперь, ребят, давайте рисовать шапку. Для шапки нам нужно взять опять светло-зеленый цвет. И инструмент эллипс. Так, нарисуем с вами эллипс. Ставим сюда. Теперь возьмите розовый цвет и кисть. И нарисуйте что-то похожее на прямоугольник, немножко изогнутый сверху. Вот так. И держите в конце Alt, чтобы сомкнуть пути. Так, хорошо. Теперь переведем обводку в заливку. Выберем оба элемента. Инструмент создания фигур. Держим Alt и удаляем ненужное. Так, теперь с помощью инструмента прямое выделение мы с вами опустим опорную точку. Берем прямое выделение, берем вот эту опорную точку и опустим ее немножко вниз. Так, теперь берем опять розовый цвет в заливке и инструмент кисть. И нарисуем здесь что-то похожее на круг. Так, и теперь можно немножко сузить и в длину расширить. Да, вот так вот. Все, переводим в заливку. Так, теперь возьмем бежевый цвет в обводке инструмент кисть и мне нужно нарисовать здесь несколько линий с помощью инструмента кисть. Так. И вот так. Так, хорошо. Теперь поднимите немножко кисти вот так вот вверх. Теперь возьмите инструмент Ellipse, нарисуйте Ellipse, нам нужен бежевый цвет в заливке. И поставьте сюда. Теперь зажмите Alt. Давайте поближе. Зажмите Alt. И сделайте копию. И нажимайте Ctrl D столько раз, сколько вам необходимо. Выделяем все круги. Вот так вот немножко их сдвинем. Теперь возьмите розовый цвет в обводке и инструмент линия. Нарисуйте прямую линию. Идите в эффект. Теперь исказить и трансформировать. И зигзаг. Так, наверху у меня остается десятка. А здесь можно примерно 9-10 вот так вот взять. И здесь можно или смягчение, или угол. То есть как вам хочется. Окей, я ставлю угол. Так, и разберем оформление. И теперь инструмент прямого деления немножечко я закруглю вот так вот углы. Так, хорошо. Теперь возьмем эту кисть. Так, подвину немножко. Так, теперь нам нужно удалить все, что находится за шапкой. Все линии мы выделяем и объект разбираем оформление. И эту тоже. Так, и теперь выделяем все линии и шапку. Берем инструмент создания фигур. Зажимаем alt. И удаляем все ненужные элементы за шапкой. Все, готово. Так, теперь берем с вами кисть и бежевый цвет в заливке. И здесь, как на свитере, мы с вами рисуем вот такой вот узор. Все нарисовали. Так, можно немножко этот узор подвинуть вот сюда. Теперь объект разобрать оформление. Опять выделите вот эти две фигуры. И с помощью создания фигур инструмента удалите вот ненужные элементы. Так, здесь готово. Теперь берем инструмент цвет темно-оранжевый, да, в обводке. И инструмент кисть. И здесь нарисуйте несколько вот таких вот выбивающихся, да, вот таких вот ниточек, да, или наоборот такой пушок, который показывает, что это у нас вязаная шапочка. Так, хорошо. А теперь мы с вами будем рисовать варежки. Нам нужен розовый цвет в заливке. Инструмент прямоугольник. Рисуем прямоугольник. И рисуем рядом маленький прямоугольник. Вот так. Так, теперь берем прямое выделение. У большого прямоугольника закругляем верхние углы. Вот так вот примерно. Так, теперь берем маленький прямоугольник, поворачиваем его. Ставим сюда. Поворачиваем. Так, поднимаем. И берем опять прямое выделение. Выделяем оба угла здесь и закругляем. Так, немножко давайте здесь покручу. Так. Хорошо, теперь выделяем оба элемента. Обработка контуров добавить. Прямое выделение. Здесь угол закруглим. И здесь угол закруглим. Все. Теперь возьмите цвет темно-зеленый в заливке. Инструмент кисть. Светло-зеленый, извините. Инструмент кисть. И нарисуйте вот такую вот форму. Так. И чуть-чуть можно расширить. Поставьте пока сюда. Возьмите прямое выделение. Вот эти две точки. Выделите, опустите немножко вниз. Вот так. Удлинили немножко. И поставьте вот сюда. Переведите обводку в заливку. Можно немножко расширить. По желанию. Вот эту вот форму. Все. Теперь выделите вот эту рукавицу. Возьмите инструмент свободная трансформация. Эту опцию. И нижние две точки вы как бы сводите друг к другу. Все. Ставим сюда. Так. Теперь давайте возьмем снежинку. Скопируем, ставим ее. Сделаем поменьше. Поставим сюда. Сделаем где-то чуть-чуть побольше. Так. Теперь мне нужно перевести бежевый цвет в обводку. И нарисовать с помощью кисти две линии. Так. Давайте немножко повернем вот так вот линии. Так. Эту чуть-чуть можно поднять. И теперь мне нужно с шапки взять один из кругов, его скопировать. Так. И вставить. Вот сюда ставим. Теперь зажимаем Alt и делаем копию. И теперь Ctrl D столько раз, сколько вам надо. Так. Двигаем сюда. Вот так вот. И теперь вот эти вот три круга делаем розовыми. Теперь линии мы с вами идем в объект разобрать оформление. И теперь выделяем линии вот этот объект. И с помощью инструмента создания фигур удаляем ненужное. Так. Хорошо. И берем опять темно-оранжевый цвет инструмент кисть. И добавляем несколько, не знаю, таких ниточек, пушинок. Чтобы показать, что это у нас шерстяные перчаточки. Варежки. Так. Вот так расставить можно немножко. Так. И здесь с помощью инструмента прямого выделения опустим немножко вот такую точку. Так, ребят, одежду создали. Теперь откроем акварельные кисти. Идем в кисти. Нажимаем иконку с тремя линиями. Открыть библиотеку кистей. И артистик, артистик вотер колор. Открыли с вами библиотеку акварельных кистей. И теперь мы с вами будем добавлять как бы не акварель полностью, а такие акварельные мазки. Чтобы создать такую состаренную винтажную текстуру на нашем свитере, шапке и варежках. Нам нужно выбрать темно-зеленый цвет. Здесь размер я возьму 1.5, но я его постоянно буду менять. Также я буду постоянно менять форму. Прозрачность я поставлю 50%, а непрозрачность мультиплай. Когда вы накладываете акварельную текстуру уже на сверху на цвет, лучше брать прозрачность, мультиплай, умножение. И вы теперь должны будете постоянно менять кисти и пробовать какая кисть будет лучше смотреться. Менять ее толщину, менять ее размер, менять ее форму. То есть я здесь уже вам не могу прямо делать так, делать так и делать так. Говорите, вы уже должны сами будете поиграться именно с акварельными кистями. Чтобы ваш дизайн смотрелся винтажно-состаренно, но чтобы он не был у вас наляпанный. То есть я сейчас поменяла форму, взяла меньший размер, 1.0.7. Я делаю где-то мазок покороче, где-то подлиннее. Также вы можете накладывать один мазок на другой мазок. Так будет еще более глубокий цвет. То есть здесь вот, ребят, я вам могу сказать только, что вы можете делать, а уже поиграться с акварельными кистями, с текстурами вам придется уже самостоятельно. Вы можете вот посмотреть, да, как я делаю сейчас на примере свитера. Я постоянно меняю кисти, я постоянно стараюсь менять форму. Если мне не понравилось, допустим, направление кисти я удаляю. Делаю новое направление, я могу ее повернуть к кисти, если мне хочется. Да, вот я уже, допустим, третью кисть накладываю в одно и то же место, чтобы получалось вот такое более глубокое наложение, чтобы рукав хорошо так отделялся от центральной части свитера. И обязательно, да, вот играйте, как я сказала, с размером, с формой кисти. Также можете, вот я взяла непрозрачность 50%, вы можете попробовать меньше непрозрачность, больше. Вы можете вот так вот поворачивать кисть, чтобы смотреть, в каком направлении вам больше нравится. Допустим, вы можете менять, как уже сказала, да, размер. Вот здесь, допустим, я повернула, мне кажется, размер широковато. А я иду сейчас вот сюда и вместо полтора напишу один. То есть, мне вот один больше нравится. Так. А теперь, допустим, я возьму вот эту кисть и проведу ей вот тут вот сбоку. И получается на рукаве такая более, ну, такая вот, да, четкие края рукава. Ничего страшного, если ваши кисти выходят за края. Это все потом убирается с помощью обтравочной маски. Так что не переживайте. Вот видите, я уже наложила, да, кисти. Не очень-то я плотно их наложила, да, сделала просто мазки на уже готовый свитер. Но получается уже такое впечатление, такой состаренности, винтажности. И это тоже такой очень классный прием. Вы можете, вот как я здесь сейчас, просто мазнуть в каком-то месте, да, что как будто вот такая вот капля краски, да, вот туда упала. Можете вот сделать вот такие вот обводки снизу тоже с помощью кистей и добавить текстурности краям, нижним краям свитера, да, свитера. То есть менять также форму, смотрите, потому что когда вы меняете форму, реально может смотреться намного лучше. Так, здесь теперь я взяла розовый цвет и уже тоже по розовому, да, кругу провела. Здесь я считаю, что нужно поставить толщину 1, может даже 0.7. Вот, видите, сразу у меня тут тоже выделились вот эти вот круги на локтях. Здесь, если есть желание, можете розовый перенести на передний план. Так, что у нас с вами еще осталось? Ну, в общем-то, мне кажется, сейчас все неплохо смотрится. Еще можно взять бежевый цвет и инструмент овал. И в нескольких местах добавить кругляшки, допустим, бежевые и темно-зеленые. Это просто ничего не значит, просто еще более милее смотрится ваш дизайн. Так. Все. Теперь, смотрите, ребят, мы с вами выделяем свитер, нашу первоначальную форму свитера. И копируем и вставляем ее. И переносим на передний план. Теперь мы выделяем все, кроме вот этих вот ниточек, которые вылазят за свитер. Мы снимаем с них выделение. И делаем обтравочную маску. И теперь эти ниточки перенесите на передний план. Так, готово. Теперь, смотрите, дальше я на шапку и на рукавицы все быстренько наложу. Потому что смысл тот же самый. Вы должны будете сесть, поиграться с непрозрачностью, с формами, с размерами. Потом вы можете уже на примере, да, в конце посмотреть, как я это сделала. Остановить видео и посмотреть мои все наложения. Так, все, ребят. Наша одежда готова. Теперь давайте ее красиво расположим. Во-первых, давайте выделим варежку. Сгруппируем ее. И пойдем в объект и разобрать оформление, чтобы все пропорции сохранились, когда я сейчас буду ее вертеть. Так, теперь трансформация, отображение по вертикали, копия. Так, ставим сюда, поднимаем сюда. Теперь возьмите, разгруппируйте вот эту варежку. И вот эту вот ниточку я хочу повернуть. Так, все. Теперь мне нужно взять темно-серый цвет в залив, в обводке. И нарисовать здесь вот такую вот, да, линию, соединяющую две варежки. И, конечно, мне нужно поменять здесь вид кисти на вот эту базовую. И отправить на задний план. Смотрите, теперь на шапке я хочу добавить несколько элементов. Возьмите инструмент перо с темно-зеленым цветом в обводке. И нарисуйте здесь вот такую линию по форме шапки. Так. И теперь возьмите инструмент ширина. И расширьте нижнюю точку. Так. Все. И теперь также с другой стороны, только можно линию сделать покороче, например, отсюда. Так. И возьмите опять инструмент ширина и расширьте нижнюю точку. Так. Готово. А теперь давайте с вами добавим еще несколько линий на варежки. То же самое мы делаем, только берем темно-розовый, темно-оранжевый цвет. И инструмент перо здесь добавим. Я добавляю в этих местах, вы можете в других местах добавлять. Можете вообще не добавлять. Я просто посчитала, что будет интересно добавить эти линии. Здесь я, кстати, сделала уже закругленную линию. Так. Так. И теперь добавим еще на ту варежку. Вот сюда. И тот же цвет у нас, да? Тоже тут закругленная обводка. И инструмент ширина расширяем здесь. Все готово. Так, ребят. Все у нас готово. Теперь смотрите. Каждый элемент одежды, да? Сгруппируйте. И каждый элемент еще объект разобрать оформление и объект просто разобрать. Мы это делаем для того, что если мы захотим уменьшить или увеличить нашу одежду, то тогда все пропорции сохранятся и все будет увеличиваться и уменьшаться пропорционально. Так, и здесь разобрать оформление и разобрать. Так, теперь я немножко покручу одежду. Так. Здесь уменьшу. Здесь можно увеличить. И шапочку можно просто повернуть. И возьмите вот этот цвет для фона. И инструмент прямоугольник. Создайте квадрат, держа shift на всю рабочую область. Так. И отправьте на задний план. Так. Теперь еще несколько элементов дизайна. Возьмите розовый цвет и создайте с помощью инструмента круг, эллипс, несколько разных кружочков разного размера. Они просто добавят больше такой милашности. И взять светло-зеленый цвет инструмент звезда и тоже добавьте несколько звездочек. Потом также с помощью прямого выделения, если захотите, некоторые углы звездочек можно вот так вот подтянуть, чтобы звездочки смотрелись не так аккуратно. И также можно некоторые круги поменять на светло-зеленый цвет. Ну что, ребят, мы с вами утеплились к зиме, да, и создали с вами три элемента зимней одежды, свитер, шапочку и варежки. А на сегодня это все, ребят. Мой урок закончен. Надеюсь, он вам понравился. И если да, то жду от вас лайк. И увидимся или услышимся в следующих уроках. Пока-пока, ребят. Целую. Муа!